Сегодня мы очередной раз в гостях у компании Reborn Technologies и в нашем поле зрения Range Air Sport 2024 модельного года. Этот автомобиль оснащен трехлитровым бензиновым двигателем, это рядная шестерка и так называемая с мягким гибридом. То есть модификация P360, 3 литра бензин, МХФ. В этом автомобиле предусмотрено 360 лошадиных сил. И так как мы доверяем нашим коллегам и уже, можно сказать, партнерам, а возможно и друзьям, компании Reborn Technologies и непосредственно их стенду, то есть это уже не первый наш ролик, так скажем, да, совместный в паре, то мы сейчас первым делом замерим этот автомобиль, снимем с него параметры и поймем действительно в нем 360 лошадиных сил. Ну а после этого мы попробуем реализовать предусмотренную заводом-изготовителем функцию изменения его модификации, то есть попробуем сделать из него P400, то есть добиться плюс 40 лошадиных сил и добиться 50 ньютон на метр крутящего момента. Еще раз, господа, это очень важный момент, это не чип-тюнинг, то есть есть определенные алгоритмы, заложенные в архитектуре данного автомобиля, и наша задача их сейчас реализовать. Итак, кому интересно, оставайтесь с нами, ну а мы начнем снимать параметры, скажем, начинать данный видеоматериал. Только что вы наблюдали кадры замеры мощности заводской модификации P360. Данные, в принципе, у нас все на планшете, а вы сейчас их видите на экране. Ну и я думаю, что, Виталий, пора передать тебе слово, и ты, соответственно, все дело прокомментируешь. Так, ну мы получили, значит, около стоковые наши значения, заявленные заводом-производителем. Это получилось у нас 369,2 л.с. и максимальный крутящий момент даже больше заявленного 532,2 ньютон на метр. Заявлено, напомню, 500 в этой модификации. Ну и последующим этапом Виталий отправляется непосредственно к автомобилю для того, чтобы выполнить, так скажем, программирование под модификацию P400. Наша задача сейчас — это предпринять попытки для того, чтобы реализовать плюс 40 л.с. и плюс 50 ньютон на метр крутящего момента. То есть сейчас мы, соответственно, произведем программирование, ну и дальше будет повторный замер, о результатах которого мы вам доложим. Итак, вот и наш контрольный результат замера, который сейчас видите на своих экранах. На самом деле, если вы обратите внимание, это 15-й замер, потому что у нас прошло за кадром не все так гладко, как это кажется в данном видеоролике. Мы столкнулись с определенной проблемой, что после того, как мы выполнили программирование, момент крутящий мы достигли, а лошадиные силы у нас никак не менялись. Соответственно, это у нас заняло некоторое время. Виталий додумал некоторые, так скажем, кодировки и добился результата. Виталь, тебе тогда планшет, слово и, соответственно, парочку комментариев. Ну смотрите, с чем мы столкнулись. Как только мы перекодировали автомобиль на 400 сил, по графику мы получили прирост момента плюс 50 около того ньютон на метров, но ровно на 360 лошадиных силах у нас происходил провал вниз и отсечка. При этом и машина у нас падала в аварию. Значит, связано это было с тем, что в систему вмешивается, система АБС, она тут слишком умная, и она не дает нам на стенде развивать такие скорости и такие мощности, ввиду того, что нет ускорения, акселерометр не меряет ускорений никаких, мы же стоим. Были бы мы на дороге, проблем бы не было. Если бы можно было на дороге замерить, было бы все хорошо. В общем, мы немножко подумали и нашли специальный сервисный мод для системы АБС, чтобы она не вмешивалась в наши замеры. Все, в результате еще нескольких попыток замера мы получили те самые цифры, которые ожидались. Момент, собственно, как и предполагалось, но он аж до 591,9 намерил. Повторюсь, предыдущий замер на стоке был 532 Ньютона. И максимальную мощность мы получили 401,3 лошадиные силы. То, что мы и хотели получить, то, что и должно было быть. Что хотелось рассказать вообще про моментную характеристику этого двигателя. С ребятами из центра мы поговорили. Я говорю, вот это вот полки ваши, там вот этот как момент, сам график. Насколько он хорош по сравнению со спортивными автомобилями, с другими автомобилями. Они говорят, это очень правильный график момента. Да, есть провалы где-то. Видимо, срабатывает там одна турбина, две турбины. Конечно, с супер-чип-тюнингом это все дело сглаживается, убирается. Но, еще раз, здесь никакого чип-тюнинга. Здесь заводские конфигурационные настройки, которые мы просто-напросто активировали. Ну, в общем, смысл-то был в чем наш ролик сегодня. Мы доказали и показали в цифрах, в графиках, то, что действительно в стоке автомобиль выходит с конвейера 360 лошадиных сил, около того. Плюс-минус 5 мы там намерили, да, 6. И с помощью изменения конфигурации на другую заводскую, так сказать, но заводскую это не чип-тюнинг. Соответственно, мы получили то, что можно с конвейера выйти в 400 сил. Хотел добавить еще вот что, касаемо чип-тюнинга, к которому мы привыкли, который заключается в том, что программа считывается, правится вручную каким-то образом, калибровщиками заливается, и возможно достижение больших характеристик там, я думаю, что вплоть до 450-500 он, наверное, может. Насколько мне известно, на данный момент это вряд ли будет возможно, либо это будет возможно, ну, так скажем, может быть, не у нас в стране и за очень дорого. Почему? Здесь стоит блок управления с высокой степенью защиты от тюна, от настроек и от вмешательств в штатную прошивку. На данный момент этот процесс пока не раскрыт с точки зрения его выведения в массы, да, чтобы каждый любой чип-тюнер мог спокойно считать, что-то там поделать и, соответственно, настроить. Вот, поэтому единственный такой вариант по двум причинам. А, это заводское. Б, не так-то это и легко сделать, потому что блок нифига не читаем. Ну, вот, в общем, ну и безопасно, да, потому что это завод. Теория изменения конфигурации, заводской конфигурации автомобиля с P360 на P400 вот сегодня в рамках компании Airborne Technologies доказана. То есть, по сути, бежать за модификацией P400 не обязательно. Если есть достойный вариант, достойный автомобиль P360, ну, как бы хотелось бы P400, пожалуйста, теперь вы в курсе. И знайте о том, что приобретая 2024 модельный год на модификации P360, всегда можно сделать P400. И мы с вами получим 400 лошадиных сил. И 500 аж 90 момента, ну, по крайней мере, по документации 550. Я хотел добавить пару слов касаемо этого двигателя. Дело в том, что большинство двигателей на рынке, это либо, ну, на этих кузовах 461, 460, да, это либо BMW 4.4 бензин, либо это рядные шестерки дизеля с разными мощностями и так далее. И вот эти вот бензиновые рядные шестерки трехлитровые, они достаточно редкие. О них мало кто что знает, мало кто их пробовал в эксплуатации. Ну, так вот, мы вам, в общем-то, доказали, показали. И что касается моего мнения, двигатель это достаточно надежный, хороший. Мы его на предыдущих кузовах уже знаем и обслуживали. И не бойтесь его, если вдруг вам попадется машина к покупке с таким мотором. Must have. Отличный мотор. Рекомендую. С точки зрения изменения фала конфигурации рядной дизельной шестерки, мы также снимали видеоролик, но, правда, на Range Rover Sport предыдущего поколения, да, то есть L494 кузов рестайлинговый, ну, и в конце данного видеоролика мы его прикрепим. То есть, в данном случае мы рассматривали бензиновую рядную шестерку, ну, а в том ролике дизельную, так же само рядную шестерку. Так что, кому будет интересно, пожалуйста, переходите по ссылке и ознакомьтесь с видеоматериалом. Ну, естественно, если вы будете смотреть тот наш ролик предыдущий, то неважно, что там был кузов предыдущий, всё то, что мы там намерили, показали и так далее, справедливо и для современных кузовов. Ну что ж, господа, на данном этапе мы подведём итог нашему видеоматериалу, нашему видеоролику. Ещё раз повторюсь, наша теория оправдана, это факты, это доказательства, теперь мы сами в полной уверенности и спокойствии можем вам это предлагать, кому это вдруг будет интересным и полезным. Ну, а вы подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok